В прямом эфире главного информационного канала страны новости в студии Марат Ерназар. Здравствуйте. И начнем выпуск последних данных. К этому часу число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 4,5 тысячи. 80 новых случаев заболевания подтверждены сегодня утром. 28 из них в Алматы, еще 25 в столице, 11 в Атыраусской области, 9 в Мангистаусской, 4 в Кустанайской, 2 случая в Западном Казахстане и еще один в Казахстане. Тем временем постепенно растет и число людей, поборовших COVID-19. По официальным данным Минздрава, выздоровели 1408 человек, а жертвами опасного вируса стали 30 граждан. 136 пассажиров самолета в Таразе поместили на карантин. Воздушное судно приземлилось накануне в Международном аэропорту областного центра. На борту самолета рейсом Будапешт-Киев-Тараз находились 165 пассажиров. Из них из аэропорта на специальном автотранспорте отправили на родину. Остальные пассажиры – казахстанцы. Каждый из них прошел медицинский осмотр. 136 наших граждан изолировали в карантинный стационар и методом ПЦР обследовали на коронавирусную инфекцию. Результаты у всех отрицательные. В настоящее время ведется работа по возвращению их домой. Тем временем в Таразе остаются закрытыми на карантин 9 подъездов многоэтажных домов. Ранее там выявили заболевших коронавирусной инфекцией. Накануне двухнедельная изоляция завершилась для жильцов еще 10 подъездов. За это время одни успели переделать все домашние дела, другие просто наслаждались временем, которое они полностью смогли посвятить своей семье. 59-й дом в микрорайоне Монбулак. Для жителей одного из подъездов этой многоэтажки завершился двухнедельный карантин. Ранее там выявили двух инфицированных коронавирусом детей. Поэтому подъезд закрыли. Прогулкам на свежем воздухе никак не нарадуется Алия Ахметова. Изоляция для ее семьи была словно испытанием на выносливость. Дети постоянно просились на улицу, но ограничивались прогулкой по балкону. Сначала возмущались, но потом привыкли, говорит многодетная мать. Лентами закрыли, охраняли нас военные, полицейские. В следующий день нам продукты принесли бесплатно, сказали с Ахметова. Мы взяли, это нам хватило на 14 дней, до сих пор есть. Спасибо, боялись. Даже вообще дверь не открывали, даже с соседями перестали общаться. Илья Василенко изоляцию провел с пользой, помогал сыну с учебой и успел переделать домашние дела. Мужчина признается, что счастье действительно заключается в мелочах. Даже элементарно сходить в магазин за продуктами приятно. Урок был хороший для нас, так таковой, как бы никто и не ожидал, никто не думал. Это, как сказать, непередаваемо. Кто не посидел 14 дней дома, это не поймет. Конечно, это, с одной стороны, хорошо, что ты дома отсидел, как бы, первые 5-6 дней это с удовольствием. Потом, конечно, уже устаешь. Жильцы говорят, что санитарные нормы соблюдали строго. Несколько раз в день проводили дезинфекцию подъезда и двора. На карантине находились 42 жильца 59-го дома микрорайона Мэнбулак. Из них 20 – это дети до 18 лет. Остальные – взрослые. На одного человека открыли больничный лист. За здоровьем изолированных жильцов наблюдали врачи. После выхода из домашнего карантина жители чувствуют себя хорошо. Жалоб никаких нет. Сейчас в Таразе остаются закрытыми на двухнедельный карантин 9 подъездов многоэтажных домов. Жильцам оказывают всю необходимую помощь. Акиматы предпринимателей обеспечивают продуктами, а врачи следят за здоровьем. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлханурсона, Хотела, Тарас, Хабар, 24. Две капсулы для транспортировки больных COVID-19 станции скорой помощи Караганды подарили спонсоры. Они предназначены для того, чтобы максимально исключить контакт медработников с заболевшими. Также меценаты закупили комплект фильтров для них. После перевозки пациента их должны заменять. Из-за пандемии стоимость одной такой капсулы возросла почти до 2 миллионов тенге. Теперь в регионе 5 биобэгов, 2 в Караганде, остальные распределили в Жесказган, Балхаш и Темиртау. Отмечу, что в регионе зарегистрировано 175 случаев COVID-19. 82 пациента выздоровели, 3 человека с подтвержденным диагнозом скончались. Капсулами уже пользовались не один раз в случае с коронавирусной инфекцией. Для примера мы перевозили пациентку беременную с подтвержденным диагнозом коронавирус с города Караганды в город Нур-Султан. Мы ее используем в случаях, допустим, перевозки из стационара в стационар, допустим, когда данные больные нуждаются в обследовании. То есть мы обязательно пользуем именно это. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня рано утром из столицы отправили гуманитарную помощь жителям Макторальского района, пострадавшим от подтопления. 40 тонн товаров первой необходимости погрузили в 4 фуры. 20 из них – это продукты питания, мука, рис, рожки, а также гигиенические средства. Порошок, мыло, шампунь. Кроме того, отправили в Туркестанскую область палатки, строительные инструменты, более 100 кроватей со всеми необходимыми постельными принадлежностями, посуду, а также специальную одежду для спасателей. Продовольствие приобретено за счет предпринимателей, а оборудование и спецодежду собрал столичный Акимат совместно с департаментом ПЧС. Напомню, из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане подтопленными оказались сразу несколько поселков в Макторальском районе Туркестанской области. Всего из зоны затопления эвакуировали более 31 тысячи человек. Также здесь находится, отправляется Мактораль, специальная насосная станция, которую в секунду высасывают более 300 литров воды. То есть это за час 1300 кубметров, то есть это огромное количество. Также здесь есть палатки. Завтра мы думаем, что они очень сильно пригодятся там. Далее о ситуации в мире. Совет национальной безопасности Бельгии обсудил план второго этапа первой фазы по отмене карантина, который начнется с 11 мая. На брифинге после заседания Совбеза бельгийский премьер Софи Вильмес отметила, что ситуация с коронавирусом в королевстве развивается планомерно, как и ожидалось ранее. Откроют все магазины, уличным торговцам разрешат выйти на работу, но рынки пока останутся закрытыми. Рестораны и кафе откроются только в июне. С 10 мая бельгийцам разрешат принимать дома до четырех гостей из одной семьи. Власти рекомендуют, чтобы такие встречи проходили по возможности на открытом воздухе. Софи Вильмес напомнила о том, что ношение защитных масок является обязательным в транспорте, на вокзалах, в аэропортах и в школах. По данным бельгийского Минздрава, в королевстве насчитывается около 51 тысячи заболевших коронавирусом, свыше 8 тысяч человек скончались. Однако число новых случаев, госпитализации и летальных исходов с начала апреля неуклонно снижается. «11 мая мы разрешим открыть все непродовольственные магазины. Это должно пройти в строгом соответствии со следующими правилами. Ограничением для нахождения одного клиента на 10 квадратных метров и максимальным временем шоппинга в 30 минут. Исключение только для небольших магазинов. Также настоятельно рекомендуется для каждого покупателя носить в магазинах защитную маску. К сожалению, на этом этапе кафе, бары, рестораны и другие культурные и туристические места останутся закрытыми. Спортивные и любительские соревнования отменены до 31 июля». Британия вышла на первое место в Европе по смертности из-за пандемии коронавируса. По официальным данным, в этой стране от COVID-19 погибли больше 30 тысяч человек. При этом ранее Национальное бюро статистики Соединенного Королевства заявило, что число умерших от коронавируса в стране превысило отметку в 32 тысячи. Всего в Британии зарегистрировано свыше 200 тысяч заболевших. Это четвертый в мире показатель после США, Испании и Италии. «Сегодняшние данные показывают, что почти полтора миллиона человек были протестированы на коронавирус по всей Великобритании. У более 201 тысячи человек тест оказался положительным. Таким образом, за сутки зафиксировано 6 111 новых случаев заражения. 13 615 находятся в больнице на лечении. К сожалению, 30 076 человек погибли. Это на 649 смертей больше, чем вчера». В Сербии завершен режим чрезвычайного положения и отменен комендантский час. К такому решению пришел парламент страны во время последнего голосования. С завтрашнего дня выходить на улицу разрешат пожилым людям. Восстановится работа детских садов, но некоторые ограничения все же останутся в силе. В общественных местах необходимо по-прежнему носить маски и перчатки. Запрещены массовые собрания и групповые прогулки. Школьники также будут учиться дистанционно. Не возобновят работу театры и кинотеатры. Тем временем в Германии продолжают ослаблять карантин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель разрешила людям, которые не живут вместе, собираться на улице. Возобновят работу рестораны, кинотеатры и торговые центры. Меры социального дистанцирования продлятся до 5 июня. Благодаря низкому количеству новых заражений мы сможем возобновить работу торговых центров и магазинов. Но, конечно же, с соблюдением гигиенических требований. Мы подготовлены к тому, что заражений может быть снова много. У нас отработан соответствующий механизм. Между тем, в ВОЗ предупредили, что страны, которые начали ослаблять карантин, должны быть крайне осторожны из-за риска второй волны пандемии коронавируса. Во время брифинга генеральный директор организации отметил, что перед снятием карантина необходимо, чтобы число заражений снизилось и система здравоохранения быстро реагировала на новые случаи. Отмечу, карантин начали ослаблять в Испании, Италии, Германии и США. Между тем, власти Испании продлили режим чрезвычайного положения еще на две недели. Соответствующее постановление принял парламент страны. Закончится режим ЧП в королевстве 24 мая. Напомню, карантин в Испании действует с 14 марта. С начала пандемии коронавирусом заболели более 250 тысяч человек. Больше 25 тысяч погибли. Из-за пандемии коронавируса ЕС вступил в глубокую рецессию. Об этом в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономике Пауло Джентилони. Потери будут выше, чем в результате мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, отметил он. Пауло Джентилони подчеркнул, что угрозой общая валюта и единый рынок. Уровень безработицы в странах ЕС в этом году составит 9%. Хуже всего придется зависящим от туризма Италии, Испании и Греции. Напомню, в ЕС утверждена программа экстренной помощи экономики на 540 миллиардов евро. И сейчас идет работа над созданием фонда восстановления в 2 триллиона евро. В 2021 году мы ожидаем восстановления экономики на 6,1 в Евросоюзе и на 6,3% в еврозоне. Этого не хватит, чтобы полностью компенсировать потери этого года. Ожидается, что ведущая экономическая держава ЕС Германия переживет менее крутой спад, чем большинство стран-членов ЕС, и быстрее восстановится до предкризисного уровня производства. Тем не менее, в 2020 году в Германии ожидается самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны. Сегодня вся страна отмечает День защитника Отечества. 28 лет назад, 7 мая, были созданы вооруженные силы Казахстана. Туда входят сухопутные войска, силы воздушной обороны и военно-морские силы. Армия формируется на базе всеобщей обязанности нести военную службу и выполнять конституционный долг по защите страны. Вооруженные силы Казахстана оснащены самым современным оружием. Так, в международном рейтинге военной мощи Global Firepower казахстанская армия занимает 63 место. Казахстанские военные достойно выполняют все поставленные перед ними задачи и в условиях режима чрезвычайного положения. Сегодня многие из них находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса, охраняя правопорядок и участвуя в противоэпидемических мероприятиях. В Кокшетау наградили более 100 военнослужащих части 55-10 Национальной гвардии Республики Казахстан. Грамоты и медали в этом году вручили и тем, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них в период чрезвычайного положения обеспечивают безопасность, участвуют в дезинфекции улиц и объектов. Подробности в материале Индиры Тикжановой. Торжественное построение воинской части 55-10 в этом году отличается от всех предыдущих. Праздничное мероприятие проводят в несколько этапов, чтобы на плацу одновременно было не больше 30 человек между бойцами двухметровой дистанции. Из-за коронавируса нет и традиционного рукопожатия от командира в знак благодарности за хорошую службу. Бойцы понимают, таков сейчас порядок. Среди награжденных и рядовой облайторий Кешев. За его плечами пока только полгода срочной службы. Признается, что последние месяцы выдались непростыми, но солдат должен быть готов ко всему. Мы патрулируем улицы города, следим за правопорядком. Бывает, что вместе с сотрудниками полиции задерживаем нарушителей. Некоторые преступления удается предотвратить именно патрульным нарядам. Стараемся выполнять наш воинский долг достойно. Помимо обеспечения правопорядка участвуют гвардейцы в дезинфекции городских улиц, обеззараживают места массового скопления людей, автобусные остановки, площади, скверы. Такие же мероприятия проводят и в самой части. С введением режима карантина здесь усилили санитарные меры. На контрольно-пропускном пункте есть дистанционный термометр, где проводится вход и выход личного состава, тщательный досмотр с проверкой температуры. Установлены антисептики для обработки рук. И также в расположении воинской части каждые 2-3 часа проводится влажная уборка дисклором. На территории воинской части всеми необходимыми средствами, антисептиками, масками личный состав 100% обеспечен. Только за эту весну бойцы нацгвардии задержали в Кокшетау свыше 400 нарушителей и более 20 потенциальных преступников. Усиленный вариант несения службы они продолжат и после карантина. Индира Тикжанова, Анатолий Поляный, Кокшетау, Хабар, 24. На улицах Павлодара появились портреты 300 фронтовиков. Так жители Прииртышья решили отблагодарить старшее поколение за их мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны. На огромных билбордах, украсивших не только центр, но и микрорайоны города, есть изображение всех 23 павлодарцев Героев Советского Союза и 11 полных кавалеров Ордена Славы. По данным архивистов, на фронт из Павлодарской области ушли 46 тысяч человек. Живыми вернулись меньше половины. 10 тысяч солдат и офицеров до сих пор числятся пропавшими без вести. Сейчас в регионе проживает 54 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них 9 – это женщины, которые также бесстрашно шли в атаку и били врага наравне с мужчинами. По данным социальных служб, в Павлодарском Прииртышье также проживает 24 узника концлагерей, 6 блокадников и почти 7 тысяч тружеников тыла. Ко дню Великой Победы для них традиционно предусмотрены денежные выплаты. Уже на сегодняшний день, можно сказать, что полностью эти выплаты произведены. Каждый ветеран войны и инвалид войны получил уже по миллиону тенге. Что касается приравненных лиц и тружеников тыла, для данной категории лиц у нас также предусмотрены диновременные выплаты. Размеры этих единовременных выплат варьируются от 30 до 100 тысяч тенге. Данные выплаты на сегодняшний день уже получили порядка около 7 тысяч человек на сумму 255 миллионов. В целом по области единовременные выплаты к 9 мая у нас получат 8,5 тысяч человек на сумму более 331 миллиона тенге. В Актау вышла в свет книга «Тахзым-без». В издании собраны истории боевого и трудового пути 258 мангистауцев. Всю информацию о земляках в архивах собирал почетный гражданин Мангистауской области Койлыбай Каражанов. Тираж книги 800 единиц. Ее бесплатно раздадут в госучреждения, школы и библиотеки области. Презентацию организовали в онлайн-режиме. За трансляцией у себя дома следили ветераны, тыловики и их потомки. Напомню, 6186 мангистаусов были призваны в ряды советской армии. Из них 4942 человека участвовали в боевых действиях, 1244 жителя отправились в рабочий батальон. Две трети из них не вернулись на родину. Отличие книги «Тахзам-5» от предыдущей версии в том, что в ней написана история тех, кто смог вернуться на родину. Их жизнь в мирное время, карьерный рост. Важная деталь. Затронута их семья, дети, внуки. Львиную долю материалов предоставили потомки фронтовиков. И, конечно, присутствуют рассказы об их боевом пути, история получения боевых наград. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 4509. Семь новых случаев заболевания подтвердили только что. Тем временем постепенно растет и число людей, поборовших COVID-19. По официальным данным Минздрава, выздоровели 1408 человек. Жертвами опасного вируса стали 30 граждан. Это последнее сообщение выпуска. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова